Добрый вечер, дорогие зрители телеканала «Новый христианский». Мы снова в программе «Я видел Бога». И я очень рад, что каждый раз мы находим уникальных людей, которые могут ясно, четко и понятно засвидетельствовать в своей жизни «Я видел Бога». Может быть, человек не видел его фигуру, не заглядывал ему в глаза, но он реально видел его проявления в своей жизни. И сегодня в нашей студии, в студии телеканала «Новый христианский» такой человек, общественный деятель, советник министра внутренних дел Юрий Тандид. Юрий, добрый вечер, очень рад вас приветствовать и спасибо, что посетили нашу программу. Я читал о вас, ну, довольно-таки немного, что вы переговорщик, вы были на передовой, что пуля попала, слава Иисусу Христу, в икону. Читал о том, что вам пришлось с белым флагом идти через поле, где вы были под всеми этими прицелами снайперских винтовок. И знаю, что в таких ситуациях люди практически всегда видят Бога. Поэтому, Юрий, очень буду рад, если вы сегодня поделитесь с нашими телезрителями о том, как в своей жизни, в своей судьбе вы видели проявление Божьей силы. Ну, а может быть, что-то и больше. Спасибо, что пригласили, оказали честь. Я действительно рад, что сегодня могу быть с вами и делиться своим опытом. Могу сказать, что, конечно, человека несет всегда Бог. Я знаю, что Бог использовал мое тело с 2014 года конкретно в событиях моей жизни. Вы вспомнили один из эпизодов, а мне посчастливилось заходить 19 раз за линию фронта. Я помню четко до сих пор эту историю. Она случилась в районе Луганска, в пригороде, когда мы впервые зашли на линию соприкосновения, где между двумя блокпостами была прямая видимость. И уже пересекая еще нашу зону в районе Углегорска, мне позвонил один из так называемых генералов Луганской, так называемой Народной Республики, некий генерал Петров, который сказал мне следующее, «Ты, Юра, не волнуйся, едь к нам, когда выйдешь с блокпоста, иди сам, возьми белый флаг в руку, там 468 метров, между блокпостами прямая видимость, я тебя встречу». Понятно, я очень после этих слов заволновался по-человечески. И у меня были такие искушения, чтобы не идти туда, потому что я понимал, что я буду под прицелом. Тем более со мной были ребята из Альфы, и они не просто так со мной ехали, в том числе была группа антиснайперов. Но я понимал, что Бог давал благодать забрать сразу шестерых людей, наших героев. Отдав одного, я забирал шесть человек. Удивительная история. И это был 32-й блокпост, легендарный, там стоял Айдар. И когда мы остановились и спешились, сразу подбежал к нашему командиру блокпоста. Я понимал, что у него нет белого флага. Мы воины, чаще всего воины, не вносили с собой белые флаги. Мне дали белую майку или футболку, кто-то из ребят, солдат. Да, и я пошел, шагал. Всегда, когда выезжаю туда, вхожу в пост. И каждый раз, когда захожу за линию соприкосновения, вхожу в Иисусовую молитву, читаю про себя ее. И знаете, такие удивительные ощущения, когда ты идешь, считаешь машинально метры, читаешь «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешника, Господи Иисусе Христе, Сын Божий» или «Сын Давида, помилуй меня грешника». И все время ты это читаешь, в ушах полная тишина, хотя я вижу, что поля не убраны, и земля стонет, реально, почему плохо воевать, вообще война не нужна никому. А справа в этот момент стали прыгать в окопы люди, танки стояли там, это важная была потом информация для украинской армии, но не в этом дело. Я иду, шагаю и вижу, что с той стороны, потому что, при моей видимости, никто не выходит. И уже дойдя до промежутка, а между блокпостами, обычно на фронте стоят какие-то обозначения. В данном случае это были мешки. Я смотрю, никого нет, я шагаю, молюсь. Уже очень близко возле их блокпоста вышла такая неуверенная фигура, казак в папахе, в таких широких шароварах, с хлыстом, с пистолетом. Но интересно, что у него уже тогда была на папахе камера, очень такой был современный казак. Вот он все снимал, да, он представился, сказал, что это их командир. И я ему говорю, он на меня смотрит такими глазами, а я каждый раз вожу с собой иконы, и позывное у меня молитва на фронте. Ну, конечно, мне приятно, потому что позывные не придумываешь сам. Ну, люди же видят, чем вы занимаетесь. Да, да, придумывают позывные ребята, с которыми ты там, боевые товарищи. И у тебя такая прилепилась молитва позывной. И вот я с иконой иду, с лавры, икона у меня была в руках. Такая традиция была, все знали, что я всегда вожу иконы. Я римокатолик, возил туда всегда, я вожу православные иконы. И вот он ко мне подошел, я представился, говорю, Юрий, это дед, переговорщик со стороны Украины. А он смотрит на меня такими глазами и говорит, а чего вы здесь? Я говорю, я договорился с генералом Петровым, у нас произойдет сегодня обмен заложниками. А он говорит, а мне никто не звонил. Я как конфликтолог понимаю, что очевидно, человек, который обладает так называемой гипертимной доминантой, он сверхактивный, этот генерал так называемый, он просто забыл предупредить, что он там будет своей подчиненной. Ну, понятно, пауза, и потом мне этот казак говорит, вы знаете, вас спасла ваша икона. Это удивительно было, потому что у меня еще были другие истории с иконами, но вот эта история удивительная. Да, и он мне говорит, возвращайтесь, за вами придет гражданский борт и вас заберет. Я дохожу до нашей линии, и мне ребята с Альфой говорят, тандит, у тебя, извините, не круглые яйца, а квадратные. Что реально был риск большой, потому что они потом мне рассказывали, что антиснайперы видят, заглядывают в зрачки, скажем так, оппонентов, скажем, и вот они мне рассказывали, что они видели очень много пьяных там на рубеже людей, вот, и они думали, что, возможно, я бомбист какой-то или сумасшедшие. Ну, вот такая история. Но я в этом вижу факт, опять как, еще раз повторюсь, Бог меня просто использовал, мое тело, мои знания, навыки, и я шел забирать героев, маленький человек, и Бог меня просто туда поставил, в это место, я его славлю, благодарю Бога, что он дал мне такую благодать, и честь оказал, чтобы я мог быть чем-то полезен, людям, которые действительно с оружием в руках защищают Украину. Только сегодня читал послание римлянам, предоставьте тела ваши в жертву живую, угодную, для разумного служения вашему Господу. Ну, слово разумный здесь, конечно, такое спорное, правильно? Так. Поэтому, если думать много, то, наверное, все-таки искали бы подтверждение, там где-то, с другой стороны, когда думаешь о том, что надо забрать этих людей, и это единственная возможность, то тогда приходится предоставлять себя в жертву. Но в этом месте Писания, знаете, что хорошо? Написано живую жертву. Так. И Богу мы, в общем-то, живые нужны. Ну, я соглашусь, хотелось бы, чтобы живые. Конечно, мы знаем, с вами имеем опыт, что Бог – это любовь. и Бог не хочет нашей смерти, и я уверен в том, что войны все не от Бога, то есть, особенно современные войны, их Бог не делает. Бог нам просто дает такую свободу, в такой любви, что он дает нам выбор, а мы, к сожалению, соблазняемся собой, ставя себя, не его на первое место. Гордость человеческая. И мы устраиваем разные страшные дела, грехи, которые нас окружают, которые нас соблазняют. Ну, и самое страшное, конечно, это когда мы подобных себе, Богом созданных существ, убиваем или унижаем. У меня, вы знаете, много было разных историй, если уж еще, если вы позволите, пару минут. Конечно. Я вспомнил второй эпизод, был удивительный. Почему я его вспомнил? Потому что были переговоры с одним, ну, скажем так, криминальным авторитетом с Горловки. И мне почтелилось Божьей помощью освободить, отдав одного 20 человек. Это были в основном ребята с Иловайского котла, много было старших офицеров, полковники, фактически Иловайский штаб, скажем так. И ввел я с ним переговоры очень долго, а он очень понятийный. То есть это Бог мне дал использовать для того, чтобы с ним договариваясь, иметь уже гарантию, что все будет так, как мы договоримся. Он другой вообще по психофизиологии человек. И каждый раз со мной всегда на линию соприкосновения выезжали сотрудники Альфы. Это обычно очень большая операция, начиная с телефонных переговоров, заканчивая уже днем и временем Х, когда проходит сама операция. Всякое было. Попадали мы под обстрелы не раз, но тогда я вел переговоры с этим человеком, не хочу назвать даже его фамилии, позывной на той стороне у него был батя, у него было несколько тысяч вооруженных террористов, скажем так, под его началом. Но когда мы уже вошли в последнюю стадию, мы вышли на линию соприкосновения между Константиновкой и Донецком, пригороде Донецка, с горы мы наблюдали за городом, и уже темнело. И генерал Устименко, Саша Устименко, который возглавлял тогда Альфу, он был тогда со мной, он мне стал говорить, что мы рискуем своими жизнями, реально рискуем, потому что они видели в тепловизоре людей, которые были напротив нас в лесу, скажем так, я просил его, и он понимал, какая цена вопроса, что в любой момент этот человек мог просто их убить, и там это и происходило не раз, вот, и он понимал цену вопроса, и он согласился с тем, что я уговорил стоять даже в сумерках, я поднялся на такую горку, не было связи, начал звонить, и вдруг мы видим след машины, едет машина, выезжает такой китайский, в матовом цвете черный седан, для меня это было очень важно, потому что даже по автомобилю ты можешь определить доминанту человека, сразу выстраиваешь коммуникацию, это был помощник этого полевого командира, но это не столь важно, я подхожу к нему, чем ты более открытый, например, белая рубаха, без жилета, без оружия, тем больше ты можешь взять доверие, и тем более людей забрать, и вот я подхожу к нему вообще без ничего, и подхожу к машине, а он даже не может открыть машину, потому что он полностью в амуниции, в тяжелом жилете до колен, как он сидел, непонятно, в шлеме, я открываю дверь, и вот так разворачиваю, он сидит и держит гранату, в общем, одна рука гранату держит, а другая предохранитель, ну вот кольцо, и он на меня смотрит испуганными глазами, понятно на моем состоянии, я говорю, добрый вечер, Юрий Тандит, переговорщик со стороны Украины, он представляется, и эта знаменитая фраза оттуда пошла, зачем вы сюда пришли, типа, зачем вы сюда пришли, я отсюда, я с юго-востока Украины, у меня родственники на Донбассе живут, и так далее, и так далее, и вот более 50 минут, есть такое в конфликтологии понятие, как во время перевора, когда ты качаешь, более 50 минут я с ним разговаривал, чтобы уговорить его, чтобы приехала эта группа, потому что он мне стал рассказывать, что готовится покушение против этого бати, и так далее, и так далее, и я видел, как Бог мне помогает, это было конкретное свидетельство того, что Бог очень хотел, чтобы мы забрали этих героев, наших ребят, среди них были и ранены офицеры, и через 54 минуты он позвонил туда, и мы увидели колонну из Донецка, фара уже было темно, и они поднялись наверх, и мы тогда забрали 20 человек, было удивительно, я был счастлив, потому что еще раз был свидетелем этой Божьей благодати, факт Божьей славы, который хотел помочь людям, просто воссоединиться с семьями даже, это было чудо. Юрий, скажите, пожалуйста, ну вот вы чуть-чуть моложе меня, но в любом случае уже жизнь прожили такую серьезную, да, с какого времени у вас начался ваш путь веры в Бога? если кратко, я был в юности гонителем церкви, был идеологическим гонителем, я даже был в комсомоле, был комсомольским функционером, вот, и в 26 лет меня мой друг попросил крестить его дочку, соответственно, традиционно я понимал, что мне нужно пройти этот ритуал, вот, и меня крестили в православной церкви, хотя ну, это же уже союз сломался, сломался, да, но вот в промежутке между союзом и этим событием был очень большой знак, был знак такой удивительный, когда я поехал в Тюменскую область, полетел в самолете, со мной в группе было несколько православных монах, так получилось, да, интересно то, что, куда в Тюменской области, если не секрет, это был Нижневартовск, Сургут, вот эти города, там, где нефть, да, и, значит, мы, когда поселились в помещении, то мой напарник, он знал, что я приеду с монахами, и он решил пошутить, и он над всеми кроватями повесил на стенах фотографии порнографического характера, и когда я выходил умываться, вернувшись, я увидел удивительную вещь, которая меня очень сильно тронула, когда один из монахов, молодой парень, закрыл полотенцем фотографию над его кроватью, он не навязывал свое мнение другим, но над своей кроватью он ее закрыл, не срывал, меня это очень сильно тронуло, я подумал, почему он это сделал, насколько в глубине тот человеку была вера, которая не навязывалась другим, но это была вера в любви, прежде всего уважение к Богу, и потом я крестил дочь своего друга, но и не был в церкви, просто был таким, скажем так, наблюдателем, и уже будучи... Можно вас перебью на одну секунду? Вот, дорогие телезрители, я вот хотел бы, чтобы вы это заметили, да, что Бога можно заметить в каких-то мелочах, человек не сорвал, потому что он не вешал, а просто прикрыл полотенцем, и в этом кто-то другой увидел что-то такое грандиозное, на что другой человек, наверное, не обратил бы внимания, сори, я извиняюсь. Ну да, я согласен с вами, и потом, уже когда я был в Киеве, я занимался большими проектами, скажем так, по-человечески у меня было все, но я очень сильно страдал, потому что использовал других людей, с женщинами уходил в блуд, и так далее, и так далее, и оставаясь один, я видел, что я банкрот по-человечески, и в этот момент, мне было 30 лет, меня пригласил мой друг на встречу в католическую церковь, эти встречи назывались катахезы, есть удивительная действительность, такой путь, катахуменальный, очень мощный путь сейчас. Это здесь, в Киеве? Да, это было на встречах в кафедральном соборе Александра, и проповедовали несколько человек, они все были иностранцы, я не все понимал, но меня очень тронуло, как один из них очень громко говорил об Иисусе Христе, фактически кричал благую весть, то есть он делал керигму очень мощную, и меня это очень тронуло, они не навязывали ничего, но мне предложили два раза в неделю встречаться среди таких же, как я, людей, которые пришли с улицы и попали на эти встречи, а потом мне сказали, что я в общине, вот, и пригласили делать путь, я уже 22-й год в общине, сам являюсь катехистом, и официально вы можете несколько слов, что это для наших телезрителей? Да, это удивительное явление в католической церкви, которое возникло после второго Ватиканского собора, это ответ церкви на эти события, которые переживают весь христианский мир второй половины 20-го века, когда люди стали уходить из церкви, когда они почувствовали, что они могут все делать сами, эти этапы дохристианизации, кризис веры, секрализм, это все, что церковь переживает, вся церковь мировая и все динаминации православные, католики, наши братья-протестанты, и было определенное событие, мы верим в определенные события, в чудеса с одним испанцем, и ему Бог дал определенные знаки через определенные события в жизни, и он, являясь очень богатым, успешным художником, бросил все, есть такая история франциска, осийского, очень похожая, и вот он, современный франциск, он ушел в трущобы, жить под Мадрид, и с гитарой, с библией, и среди убийц, среди проституток он создал первую общину, сейчас по всему миру это явление, уже в этом, на Катхумнате, почти 200 семинарий международных, миллионы новых братьев, и что мы делаем, да, на этом пути, мы просто делаем так называемый треножник, мы встречаемся как минимум два раза в неделю, в среду и в субботу, мы повторяем все, что написано в Библии, мы возвращаемся к первым общинам, которые были при первых апостолах, мы сами делаем хлеб, мы сами участвуем в определенных литургиях, у нас проходит литургия в среду и в субботу, в субботу мы входим в ночную литургию, в воскресную, как это было опять же в первые века, вот, у нас очень сильные общины, миссия церкви это община общин, в наших общинах порядка 30-50 братьев, мы все друг друга знаем, и, например, поцелуй мира, который мы передаем, он имеет не просто символическое значение, когда часто в общих церквях, где очень много людей, просто кланяются друг к другу, мы знаем, кому мы передаем поцелуй мира, мы знаем друг друга, мы помогаем друг другу, и мы делаем этот путь, путь имеет определенные этапы, мы открыты на жизнь, у нас, к счастью, кому Бог дает благодать, большие семьи, многодетные, но это удивительное явление, которое открылось после Второго Ватиканского собора, и Папа Римский, уже последние три или четыре приняли эту действительность, у нас узаконен такой устав, и мы являемся частью католической церкви, являясь официально катехистами, то есть мне Ватикан дает такую благодать, что я могу сам участвовать в евангелизации, являюсь катехистом, и сам уже проповедую, с Божьей помощью. Изменения католической церкви происходят снизу, я так понимаю? Так. Слава Богу. Так. Интересно, очень интересно. Вообще, чем чаще я с католиками общаюсь, знаете, тем больше я для себя таких, открываю вещей, да, как-то мы на них смотрели по одному в 90-х годах, ну, надо отдать должное, религиозное образование в 90-х годах полностью отсутствовало, никто ничего не знал, знали только то, что по телевизору кто-то что сказал, и все. Ну, хорошо, и дальше вот этот момент, когда брат громко кричал, вы впечатлились? Да, но... Священники? Да, 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 я просто вот хочу как бы собрать, чтобы вас не сильно мучить этим опытом, да, но... Интересно. Я уже не представляю своей жизни без этого служения, более того, могу сказать, что, что мне дает эта удивительная действительность нашей католической церкви, она мне дает то, что я знаю, кто я есть, что я большой грех, грешник. Я не стал лучше, но я уже четко знаю, что Бог меня очень любит, даже такого грешника. И не совершая грех, я понимаю, что это не моя заслуга, что я могу лишь только просить Бога, чтобы Он мне открыл правду обо мне, кто я есть. Ну, и другие братья, которые со мной находятся, я могу констатировать, что они живут в святости. О себе я не могу такого сказать. Ну, и было бы неправильно, если бы я стал себя выставлять и говорить, что я такой герой. Нет, просто Бог мне дал такую благодать в какой-то момент в Киеве попасть на катехезы и теперь быть уже практикующим римокатоликом. Вот, мне нравится ходить в церковь, мои дети все ходят со мной в церковь, двое старших детей уже сами в своих общинах, они уже являются так называемыми кантерами, они играют на гитарах, вот, поют псалмы, и я говорю всегда взрослым людям, видя, как они страдают из-за того, что они не имеют многие искренних отношений с детьми, говорю, что ты и я, мы не можем помочь этим детям. Вот, есть такой путь, приглашай их на катехезы. Я, видя, допустим, у друзей, допустим, когда страдают они из-за детей, их приглашаю, я вижу, как дети меняются, потому что современный мир делает все, чтобы, ну, дьявол через современный мир делает все, чтобы нас оторвать от Бога, когда нам вменяют, что мы есть сами успешными, что мы сами можем сделать себя, поэтому всякими технологиями люди пытаются продлить себе жизнь, обмануть себя же, опять же, или других, делают пластические операции и многое-многое другое, что человека просто, не просто меняет, а его оттягивает от Бога. А мы стараемся быть искренними и говорим на определенных этапах друг к другу то, что мы думаем. Это не есть какие-то претензии, это, возможно, трудности, которые есть у нас. Но важно, когда братья мне помогают знать правду обо мне. Это меня всегда очень трогает, когда они мне что-то говорят. Моей гордыне, конечно, это тяжело принимать, но я понимаю, что это искреннее, и это от Бога. написано елей для человека, когда его обличают. Но мы не всегда это чувствуем, как елей, но Бог понимает, что для нас это очень полезно. И иногда вот очень хороший пастырь, то это не очень хороший пастырь. А иногда вот тот, который так резанет, там где-то что-то скажет, и ты чувствуешь, потом надо идти думать долго, оно нас меняет. Вот вы о церкви сказали, да, потому что мы сюда приглашаем разных людей. Я вообще поставил для себя цель, здесь должны быть все. Вот если человек может сказать, что он Бога пережил, да, я даже не смотрю, кто он, ну, как бы, там, что у него в прошлом, там, или даже в настоящем. Человек говорит, я пережил Бога, потому что Бог благ, и написано солнце дает сходить и над злыми, и над добрыми, вот, и благословляет, как неудивительно, всех, и злых, и добрым, и тех, которые считают себя верующими, и иногда смотришь, Бог проявляется в жизни тех, которые и не считают себя верующими, а вот он такой Бог, он самодержится, ему все равно, что мы об этом думаем. Так, так. Так все-таки вот, без церкви, без общины, да, мы сейчас не здание имеем в виду, сложнее людям увидеть Бога? Конечно же, ответить мудро на этот вопрос объективно тяжело, потому что мы с вами имеем этот опыт, и наш опыт даже через действительность церковная, он очень богатый и неповторимый. Но я когда-то, когда еще только начинал серьезно делать путь, еще ерничал и шутил, и однажды в высповеде задал вопрос своему священнику, сказал, ну вот написано или сказано о том, что ты можешь получить жизнь вечную, бессмертие, только если ты познаешь Иисуса Христа. А как же... где здесь церковь, да? Нет, нет, а как же папуасы Новой Гвинеи? А, вот так. Ну реально. Их же тоже Бог создал, они ведь дети Божьи, созданы по его подобию. Они, могут быть, даже никогда не узнают об Иисусе Христе. Они не имеют шансов. И я услышал, конечно, голос не священника, а Бога, потому что мы с вами знаем, что во время исповеди уже не священник говорит, а Бог через него. И мне он говорит, да, сын мой, но можно получить жизнь вечную еще, если ты будешь жить по совести. Нет такого прибора, который может измерить меру моей веры в Бога или каково-либо. Поэтому мне кажется, что действительность она такая большая, что Бог много дал всяких фактов, когда Он может обратить любого, даже слепого сделать зрячим. Конечно же, Церковь очень помогает нам, и этот дар невероятный. Я радуюсь, что Бог мне дал благодать быть в Церкви. Но шанс есть у всех. по делам воздается. Вот я тоже говорю, шанс есть у всех, а все остальное все равно происходит в Церкви. Почему так важно это? Вы рассказали про Церковь, и мне это очень интересно. Потому что сегодня, видя, наверное, какие-то неправильные вещи со стороны священников, может быть, какие-то нехорошие примеры со стороны них, может быть, церковную политику какую-то, может быть, какие-то церковные разборки. У людей появляется даже какое-то отвращение к Церкви, они говорят, да нет, ну зачем это? Это бизнес, как говорят, Церковь, самый лучший бизнес, построенный 2000 лет назад, или как кто-то говорил, на пути к Богу стоят церкви, вот так еще говорят, знаете, и люди отходят от церкви. Ну вот, если обо мне говорить, то я познакомился с Богом в церкви, научили меня молиться в церкви, научили читать Библию в церкви, наставили меня, как правильно жить в церкви, рассказали, как не грешить, ну, по крайней мере, стараться в церкви, совершили меня на служении в церкви, дали первый раз попроповедовать в церкви, все, что в моей жизни происходило, связанное с Богом, оно происходило практически в церкви. Мы не можем заставить другого быть счастливым, если он этого не хочет, но могу сказать, что, уже как математик, что даже эти напасти, которые существуют в этих институциях, которые мы называем церковь, это не только католическая или православная, протестантская, а других деноминаций, так называемых аврамических, это иудейские, наши мусульманские церкви, или они называют мечети, институции. Так вот, например, у католиков у нас сейчас в последнее время гремят скандалы, связанные с тем, что священники участвуют или участвовали в каких-то сексуальных притеснениях детей, людей и так далее, и так далее. Это лишь доказывает, что священники люди, это первое. Второе, священники, если уже считать, то мы можем сказать, что в католической церкви несколько миллионов священников. Когда мы говорим о том, что есть десятки, сотни фактов, то это, к сожалению, страшные факты, но факты цифр. священники. Если мы говорим, что, к сожалению, среди всех людей, склонных, допустим, к педофилии, какой-то процент, 7%, то священники это тоже люди. И среди них есть какой-то процент, он не 7, он, конечно, много раз меньше, но он есть. Но это маленький процент. Но для меня это не есть оправдание того, что это преступление. Тот священник, который совершил преступление против ребенка или против другого человека, против личности, он уже не священник. Это преступник. Я не раз в позиции, в должности, например, советника главы СБУ об этом говорил, когда нам докладывали, сообщали о том, что некоторые священники одной из восточных церквей, скажем так, призывают к тому, чтобы не было Украины как государство. Ну, или там, защищая там восточное, скажем так, область, или еще кого-то, или седное государство. Говорил, он не священник. Не надо обзывать всю церковь, что вся церковь, все гомосексуалисты. Это не так. Я знаю очень многих достойных священников, в том числе в моей общине, которые являются, простите, девственниками. Они сохраняют свою чистоту для Бога. Это факт. Да, это правда. И, знаете, вот, наверное, это еще перетащилось вот в нашу свободную, независимую Украину с Советского Союза. Когда столько всегда было грязи вылито на всех священников, на пастырей, на лидеров. И сегодня уже какая-то как инерция идет, да. Конечно, я думаю, одна из таких передач, для того, чтобы показать, что действительно в христианстве есть много, да что там много, большинство людей, чистые, честные, стремящиеся к Богу и желающие других людей привести к Господу. Кто-то сказал, говорит, знаете, мы сейчас не думаем о своих пасторах, а на том свете все об этом подумают. Куда меня мой пастор толкал, куда мой священник меня вел, правильные он мне вещи говорил, правильно он мне наставлял или нет. Потому что там мы об этом будем думать. Потому что если человек был правильный, священник был правильный, то ты там окажешься в правильном месте, сто процентов. Одна из первых катехест, на которых я был, меня поразила, когда раскрывался принцип или раскрывалась суть греха. И отцы церкви говорят о том, что грех не ранит, как многие раньше считали, те, кто имеют естественную религиозность, не ранит Бога, Бог неуязвим. Просто когда грешит один человек, он меняет миссию церкви, и он может обратить одного человека или близких. Но страшен грех священников из-за того, что он обращает многих людей, когда они видят, что священник грешит, в чем принцип этой святости, почему опасно ему грешить, тогда все говорят, вот такие все монахи или священники, и в этом есть опасность, и миссия церкви теряется, и поэтому священники, или мы с вами, как служители церкви, те, кто имеет дар проповедования, должны об этом помнить. Но Бог прощает грехи, Бог не может простить только один грех, не прощает одного греха, это как раз хулу на него. На Духа Святого. Да, и это очень важно помнить. Знаете, когда я стал пастырем, как-то вот заметил это место в Библии, и там, по сути, не место, это молитва Давида, где он говорит, Господи, не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя. И когда кто-то говорит, да я не перед людьми живу, я перед Богом живу, я всегда говорю, подождите, мы прежде всего перед людьми живем. Так. И здесь иногда репутационные вещи, они просто разрушают человека на всю оставшуюся жизнь. И жаль, может быть талантливый человек, может быть проповедник хороший, служитель хороший, но вернуть уже, к сожалению, ничего нельзя. Согласен. Но, в любом случае, мы смотрим и на хорошее, и на плохое. Католическая церковь прошла довольно-таки сложный путь. Я думаю, что, наверное, появление протестантизма связано с тем, что что-то не то увидели, да? Как я разговаривал с нашим общим другом Виталием Кривицким, он говорит, если бы сегодня был Мартин Лютер, то ему бы невозможно были эти 95 тезисов написать. В католическом церкви все эти вопросы порешали уже. Я мечтаю, простите, может быть, я перебил вас, но с языка сорвали. Я мечтаю о том, чтобы мы эти христианские великие динаминации были все ближе и ближе друг к другу. Я говорю и о православных, и о наших братьях-протестантах. Мне посчастливилось по долгу службы, общаясь со многими иерархами, священниками и служителями церквей, мне посчастливилось заниматься в ведомстве Министерства внутренних дел именно созданием и сопровождением капелланства. Это очень важно, я считаю. Это полицейского? Ну, у нас же есть и в Национальной гвардии капелланы, есть и у пограничников капелланы, это все вводится. Мы сейчас с главой национальной полиции обсуждаем постоянно введение капелланства в рядах национальной полиции. Вот уже работают. Проходят эксперименты. братья, многие уже ездят. Мы знаем, мы вместе, да, то есть в нескольких областях проходит этот эксперимент, хотя они это делают, скажу откровенно в вашем эфире, иногда на свой страх, потому что ну, как бы еще не двигается это повсеместно, есть определенные объективные причины. Но если говорить о сближении, то я вижу, как идет этот процесс. У нас, скажем так, с протестантскими общинами в принципе последние годы есть открытые отношения. С братьями православными было чуть сложнее, но и даже с нашей ортодоксальной церковью есть движение. Мы начали чаще общаться, мы можем собираться вместе и обсуждать разные темы. Была эта уникальная встреча в Гаване, которую мы тоже имеем отношения, когда встречался папа Франциск вместе с патриархом Кириллом. И тут такие же есть определенные встречи. Недавно была встреча нашего посла папа римского Висфольда Сокульбокаса с митрополитом Антонием. Мы недавно приезжали с нашей семинарии в Лаву и встречались с митрополитом Павлом. Была очень трогательная встреча. Я скажу, когда наши ребята запели под гитары «Аллилуйя, Иисус Христос воскрес!» то видел, что митрополит Павел прослезился. Это было очень трогательно. И мне почтилось, например, участвовать во встрече, организовать ее, когда мы приехали с Ником Вучичем в Лавру. Это было трогательно, когда они в главной церкви Лаврской вместе молились с иерархами православными. Это есть. И я бы, воспользовавшись такой уникальной возможностью, в вашей программе сказал, что это важно, чтобы мы без разницы какой динаминации себя относим, чтобы мы открывались друг на друга, потому что мы проповедуем Иисуса Христа воскресшего, как мы можем иметь какие-то раздоры между собой. Мы провозглашаем Бога, который отдал себя за меня и за каждого из нас. Как нас что-то может разделять? Мы верим все в то, что Иисус Христос это Сын Божий, который взял все наши грехи и забрал их, и дал нам возможность падая в грехи или совершая какие-то поступки или страдая не умирать. Находясь в состоянии смерти, мы не умираем. И мы можем получать жизвечную поступками уже при жизни. И я думаю, что мы чаще должны говорить друг другу мир тебе, мир вам, понимая, что Бог создал одну церковь. Он не держит нас. Вот телеканал наш, передача наша, я думаю, она этому способствует. Я был очень удивлен, опять же, как протестант, мало того, что протестант еще и крайний харизмат, когда ко мне пришли в студию православные ПЦУ, ПЦУ, церковь Украины. И мы начинаем разговаривать об исцелении, о изгнании бесам. Я смотрю, у нас нету вот того, чего что-то так бы сильно, знаете, разделяло. Я попытался, думаю, ладно, подкину за икону, за то, за то. Смотрю, человек говорит, ну да, это есть, да, ну мы это, да, но, и опять, вот в Библии написано так, в Библии написано так. То же самое было и с католиками, и греко-католиками. И я смотрю, знаете, вот, наверное, вот этот развал Советского Союза, оно как-то так повлияло, что вот эти все границы, они стали, ну они есть, но они не такие большие сегодня. Если раньше это была Берлинская стена, то сейчас это такой маленький заборчик, можно туда-сюда ходить, в принципе, ничего страшного. А вот вы сказали два слова, что занимаетесь пакеланством, да, и я об этом думал в начале года, сильно думал, как-то в молитве, как-то так пришло, это даже я написал такой текст длинный, хотел даже какое-то обращение президенту сделать, потом думал, это не, слишком я маленькие обращения делать, не буду пока. Вот. А мысль такая была. Нам нужен какой-то университет для подготовки капеллан, университет, который бы, не стирая религиозной деноминации, но давал капелланам какое-то общее образование. почему? Потому что капелланы нужны не только в армии, в полиции, капелланы нужны и в парламенте, и в кабинете министров. Ну вот пример яркий с нашим общим ладоком Павлом монгуряном. Мы были в Соединенных Штатах и были в Конгрессе. Там женщина, капеллан. Вообще это потрясающая встреча была, потрясающая. Она рассказывает о своей деятельности, говорит, я не меняю политику страны, но я работаю лично с каждым человеком, с депутатами с этими, с конгрессменами, и я вкладываю им вот эти духовные истины. Мне кажется, для нашей страны это был бы выход. большой выход. Если бы во все сферы пришли капелланы, во все, настоящие, обученные, знаете, сейчас у нас время капелланов, ну, я не скажу дилетантов, как сказать, любителей, да, а нужно время капелланов профессионалов. Ведь вы же знаете, да, что католический священник, он 12 лет учится, чтобы вот уже полностью быть, ну, посвященным. Ну, пусть не 12, но хотя бы 6. это очень важная институция, которая действительно должна в комплексе с другими работать. Я считаю, что служение капелланов, на опыте в том числе наших партнеров или друзей, в том числе в Соединенных Штатах Америки, где вы были, с Павлом, мы, конечно же, идем к этому. Я всегда рамку поднимаю и говорю о национальной политике, которая должна ощущать потребность в том, что сильное государство это сильная церковь. Ведь мы имеем с вами опыт, читая в книжках, как начинали первые президенты Соединенных Штатов Америки. Они могли остановить совещание и пригласить или выйти в соседний кабинет и посоветоваться со своим священником, пастырем. И это прекрасный опыт. Конечно же, мы живем в уникальном месте и я радуюсь, что ментально мы имеем очень сильную естественную религиозность, в том числе благодаря традициям православной церкви. Это так называемый православный кластер. И я радуюсь, что у нас в отличие от других стран, я не хочу называть их, нет таких допустим жестких мер по тому же ковиду. Хотя многие среди православных иерархов тоже очень сильно болели и умирали. Но православная церковь не заставляет никого, например, проводить вакцинацию. Она очень глубоко смотрит на это, на все. Но я лишь только обозначаю подходы. Я считаю, что государство и правители должны понимать выгодность того, чтобы церкви работали. Например, мы с вами знаем, что христианин, он добросовестный платильщик налогов. Мы с вами знаем, что христианин в молитве верных ежедневно молится за власть. Мы знаем, что по принципу христианского права владения и права пользования христианин может защищать целостность государства. Мы знаем с вами, что христиане, они открыты на жизнь. Ведь это и есть сила государства. Возьмем мы, допустим, социологические исследования и спросим с вами, в каких областях сильнее традиции государственные. Вы увидите, что в западных областях, в отличие от наших восточных областях, там крепче государство. Почему? Да потому, что там церквей больше, и смертность там ниже, и рождаемость выше. Бываем мы часто в Ровенской области. Мне посчастливилось участвовать в организации заседания выездной рады церквей. Мы ее провели 30 сентября и услышали, слава Богу, у нас иерархия, и они приняли эту идею. Мы назвали заседание рады церквей аврамические или общечеросские ценности, как национальная идея Украины. И были все иерархи там, и мы были в гостях в общинах, в том числе мы были у католиков в новой церкви большой, и общались очень плотно с протестантами. Именно там есть населенный пункт, который называется Познань, где на 310 домов 160 семей, матерей, героинь, протестантские общины. Там же находится у пятидесятников семья, у которой по-моему уже 18 деток, от одного папы, от одной мамы. Это есть крепость государства, на это должно мудрое государство опираться. Когда мне начинают этот современный мир рассказывать, ну вот, дети у вас живут полунищие, ничего не едят, но я про всех говорю, многодетных, не только там, мне, просто обобщая, говорят, ну зачем нам эти многодетные семьи, что мы с них возьмем, даже некоторые политики говорят глупости. А я говорю, посмотрите, чем больше детей, тем государство должно больше работать, больше рабочих мест. Например, в моей семье, где у нас сейчас мы воспитываем шестого ребенка, у нас две стиральные машины, мы покупаем намного больше еды, мы покупаем намного больше вещей, мы должны построить дом. люди должны основные капитальные средства создавать, и это выгодное государство, больше трудоустроенных людей, а потом больше воспитываются те, кто больше работает, это налоги и так далее, и так далее. И мудрый правитель должен понимать, он должен ходить и говорить, иерархам говорить, скажите, что нужно, какая вам помощь нужна, потому что мудрый правитель, он может опираться на церковь. Ну это же до того, как была церковь, и до того, как было государство, было слово Божье, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И когда эту способность Авраам утратил в связи с определенными событиями, то Бог это благословение, которое он провозгласил вначале, он его возобновил, и я думаю, он его и сейчас возобновляет. И когда мы говорим, сегодня население Украины падает, умерло много людей, много меньше родилось, сегодня вопрос уже даже не политики, не экономики, вопрос демографии, он намного серьезнее становится, и это правда. Людей надо побуждать, усыновлять детей, если не могут рожать. Сколько детдомов еще есть, которые надо закрыть, это позорное явление в 21 веке вообще. Согласен. и сколько людей, которые просто могут иметь детей, даже не надо иметь. Знаете, у меня с Индией был один пастырь, когда я ему сказал, что у нас платят деньги за то, что люди рожают детей. Он поднялся, он говорит, в смысле платят деньги? Он говорит, платят деньги, чтобы мы не рожали. понимаете, то есть понятно, что это вопрос мышления, вопрос видения, вопрос откровения, многие другие вопросы. Юрий, большое вам спасибо, я очень рад, что мы могли пообщаться, и у меня такое ощущение внутреннее, что это первая часть нашей программы. Я хочу вас поблагодарить за то, что оказали честь и пригласили ваш проект, благодарен вообще вам за этот проект, я понимаю, насколько сейчас тяжело нести этот крест, но это очень благое дело, я уверен, что Бог вам будет воздавать сто крат, потому что то, что вы делаете, это участие в процессе спасения души. Нет ничего прекрасней этой миссии, потому что когда мы задаем многим вопрос на улице, куда допустим он идет или едет, то не знают ответ. Сядем мы с вами сейчас в метро здесь на подоле, поедем куда-то в центр и мы будем с вами идти спрашивать и каждый человек будет говорить, я еду на учебу, другой на работу, третий к маме, а если задать им же вопрос, для чего ты живешь, то человек 99% не знают ответа, он может сказать банально вещь, я живу чтобы приносить людям пользу, или чтобы работать, или чтобы рождать детей, и каждый раз он попадет после дальнейших вопросов просто в такую ловушку, ты дальше будешь задать вопрос, я живу для того чтобы работать, а для чего, ну для того чтобы зарабатывать деньги, а для чего, и попадается этот круг, и когда он замыкается, то человек понимает, что он стоит перед главным решением, а вы открываете людям глаза и уши, и раскрываете этот смысл, очень важно продолжать служение, понимая, что на вашем пути бывают разные ситуации будут еще, потому что кто-то есть, кто не хочет, чтобы мы знали смысл жизни, и кто борется на этой земле за наши души, ну я вам желаю этого благословения, чтобы вы с Божьей помощью это несли. Юрий, спасибо вам большое, и также хотел поблагодарить вас, и пусть Бог благословит вашу семью, особенно ваших деток, вот, и очень приятно видит человека, который близок к нашему руководству страны, где-то там, к политике, и с таким правильным пониманием, вот, а вот мы с вами сидели здесь разговаривали каких-то границ особых между католиками и протестантами, мы и не почувствовали. Да, потому что мы с вами избранный народ, один народ. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, мы сегодня с вами приняли участие в программе «Я видел Бога». До новых встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова